часто слышу комментарии знаете на свое видео что то вы знаете как эта машина прет как она по болоту едет там ну вот как касается чем надо пользоваться как включать что-то там много как это отлично мы знаем как он прет то есть знаете я даже для себя мы сейчас как бы время поездок разграничиваем что ну нечего там делать если это не твоя работа ну то есть тебя никто туда не заставляет их если просто по домине шар залил и куда-то заехать да потом там откапываться или там за помощью бежать но это вообще другое дело ну то есть это поездка можно оказаться в один рим ну как бы в один путь и будет ремонт то есть не скончаемый после этой поездки то есть порвать машину которую примерно сейчас у наш газе там насколько он около двух наверно миллионов часто это если вы еще снарядить там что-то подмазать подделать то есть или бедочка повесить еще что такое там наде ну скажи свою машину наряжает то есть около двух миллионов будет стоить и вы готовы и бросить просто машину за 2 миллиона в лесу то есть не знаю как говорят дом на колесах да это проблема на колесах честно газ это вообще машина своего рода такая она интересная то есть знаете как вот видел ты как она едет да или с кем-то ездил это одно но вот я говорю когда ты за это все платишь и когда ты купил и ты знаешь что ожидать от нее от этой машины ну то есть совсем другое настроение то есть мы для себя знаете какую пользу извлекли вот из этих всех поездок что нужно для себя разграничить время вообще вот выездов ну то есть если ты не можешь сейчас по весне куда-то проехать да тем более сейчас весна начинается но не начинается еще весна но уже машина начинает готовить к весне на первые выезды то есть ребят если вы летом туда свободно проезжали но не надо сейчас туда рваться прямо в обязаловку туда вот мы сейчас проедем и все по трезвой голове там просто делать нечего ну или надо это оставить на осень потому что очень вообще другая дорожная обстановка может быть то есть то есть ну просто рвать машину для того чтобы любой ценой не надо честно вопрос про выключатель массы мы от камаза поставили но тоже кто-то говорит знаете как того там спинка надо включать там еще что-то нет нормально включается ну знаете хотя на камазе он наружу стоит да у нас в кабине ну то есть его под воду мы заезжали уже ну как под воду заезжали его затапливал в кабине уже выше как бы щиколоткой воды было он как раз у нас затапливался ну нормально работает ничего пока тут лучше родного точно это без всякого родной надо просто выкинуть и все и ничего себе там не напридумывать и даже не пытаться такой же купить до который у нас был нам тоже пообещали там какие-то латунные наконечники или обмедненные были а здесь вот они настоящие там это вот мы тут спали мы разговаривали кости в механиком работает на разрезе как объяснить вот он дал колодки клепать да там знаете наружный край там тоньше середине к середине толще ну чтобы окружность по диску было посмотрите наклепали все наоборот толстый край к краям почему край же толще должен он сносится и потом ровный станет видите как логика какая также смеемся он говорит подходит там водила дай мне отвертку плюс значит минус наверное есть крестовой обычная отвертка ну и все в таком духе понимаете то есть молодое поколение но это хорошо если там от отца научился где-то поднатаскался хотя бы на верхушке вот эти вот понимает ну сейчас уже дошло до того что только знаете как на педаль нажимать научились и кстати машину такие современные развращают это да вот системы все-таки хорошие работает грузовики вот эти посмотрите там и века там и не знаю ман искание работы у нас пацаны вам в одних то тапочках белых носках работают они а кто на камазе камаз еще и знаете как на порядок выше газа то есть по вообще да по уровню вообще ремонта и по уровню вообще техническому даже газик это вот это 3308 это решение 60-х годов того века ну знаете это слишком плохо так следующее как вот выбрать аккумулятор вот мы для себя тоже знаете как вот в том году тюменский купили комы у нас аккумуляторы были актекс аккумуляторы были то есть ну пока плохого про их ничего не скажу мутла были до этого тоже на легковую ставил аккумулятор чем плохо стало пошлины поднялись сам аккумулятор тяжелый вот именно касаясь мутла да вот этого то есть парнем тут они торгуют или как бы разговаривал через не стали свинца туда докладывать то есть вес представляете полный контейнер аккумуляторов на обид если с каждого там допустим там по 50 грамм может быть мы не знаем какое количество да там если кто-то упер или там не доложили да уже через границу там можно вес вот это все насколько экономия идет вот лично для себе в арту аккумулятор брал для машины покупал ну ровно хватило на один год все идеально один год работала следующий год просто отказалась работать хотя и год выпуска набитый был свежий все ровно год цена запредельная вообще было на тот момент допустим сейчас уже как бы порядок цен не знаю но она прямо порядок было здорово ну и в то же время как хочу знаете сказать что как выбрать аккумулятор знаете по названию но никогда нельзя брать аккумулятор когда он называется зверь медведь там ну там искра какая-то лось не знаю тигр какой будет называться ну ребят ну это все это вообще крах на кого это рассчитано знаете ну я не знаю что это должно с собой подразумевать что если такое название сначала как чё как тигр будет крутить что ли на на нет на этот больше на производителя на какие-то тесты сейчас журнала какие-то тесты печатать но меня бы только вы знаете удивляет эти тесты один год один хороший другой другой хороший не буду называть журнал да где эти тесты печатают но там вообще если сравнить подборку по годам взять да там они знаете кому-то сговора в них идет они между собой договариваться давай в этом году ты у нас первый в следующем ты у нас 1 потом и тебя какая-то там тройка пятерка крутится возле знаете этих этих мест и вот они там рекламные трюки эти прокручиваются ну вот по названию очень много можно для себя как бы решить так тоже собственное да такое мнение вот почему я говорю все подробно объясняю то есть ну настолько сейчас как бы молодежь вот хорошо когда ты знаешь что да вот это хорошо молодежи надо иногда что-то такое ну хотя мои слова не последние это точно все смотрим продолжение ремонта смотрите все ремонты вообще машины этого газика и не мечтайте о нем и тысячу раз об этом говорит барахло полное вообще если готов свою жизнь отдавать просто лежа под машиной крутить ее надо отдавать ну уже как за тебя впрыглись в ерму в какой-то смотрим дальше пришло время вот еще наверно один из четырех заменить одну батарею вот скорее всего еще одна там тоже на приходе у нас уже зарядили она постоял нагрузочной вилкой проверили теле напряжение падает то есть 3 700 вот такая штука стоит хотели о ком купить но он уже там за четыре что-то с чем-то знаете тюменский нормально ходят в принципе вот такими пробками не потеют ладно будем так проверять чем там 50 пятка у нас четыре штуки надо тема удобно кстати нам удобно один даже если мы все зомби менять ну там лиф сколько-то лет хотя те хорошо отходили очень даже хорошо с аккумуляторами нормально этот новый купленный это после зарядки сейчас смотрим вчера заряжали ночью стоял уже три четыре пять шесть семь восемь девять десять нет все нормально этот штук нормальный да да ну один что сделаем какую с ручкой оставили без ручки да с ручкой конечно это оставим а тот в машину а тот машину поставил один из них новый будет все так это могут это тоже проверить что давай проверим заряжал его но это не мешает сейчас воткнем слепо специальный чемоданчик воду дистиллированную заливать вот такой съемник клемп раньше они были свинцовые плохо снимались хотелось вот такой снимать мало пользуется редко вообще такая штука это внутреннюю часть чистить клемпы плюсовой который побольше и минусовую которые меньше это вообще так вот стоял в коробочке ариометр должен был набор такой подарок такой хорошая штука пока там обмыли машину все покраски приготовилась шло время стартер разобрать заднюю крышку вот такой сказать не знаю сейчас посмотрим куда еще его поставим выше ниже ну скорее все надо ниже ставить потому что вода сама по себе будет стекать вниз и чтобы выдувала и также вот все равно через эти резинки хотя или стоит его ничего бы помазать нам здесь вот герметиком здесь сейчас когда ставите на герметику плачешь как сейчас на место пойдем и стартеру так втыкать просок примере мы маркером поставим где место им где там не мешало чтобы сам не завести интересно сделано сейчас все еще другое свое на цилиндр не свободно не выходит оттуда не выходит стоит так раз побрызгаем вот такой жидкая электроизоляция называется поставим пусть стоит обмотка чтобы не гнила у нас все сгнивает почему-то за счет чего такие киловатт это да он редукторный оказался ну зажареет сразу уже видно все это ничего не кромированное не чашечку побрызгаем чем здесь мы тоже все это побрызгаем но щит на мощнее разбирается тогда вот так вот все это вместе нужно выйти и так так не пойдет слушай здесь это тоже не пойдет это уже как бы вообще если на вазовских машинах там или на каких-то иномарках все ходят хорошо такие редукторные так задней части стоит подшипники ребят но затем с каким-то подкусыванием с каким-то как хрустом что ли не знаю или расшевелится а нет вроде смазка значит такая твердая просто нет все-все-все крутится нормально разошелся смазка как будто собран как заклинивший был упорная шайба что не болтался это стояло крышечки хорошо хоть контактная группа сейчас вот она убрана свет вот масса или как масса все-таки на нем нет она на нем все-таки через него идет нет она к ней масса через вот эти два болтика будет крепиться слова здесь опять заржавеет все у нас гниет сейчас обрабатывать крышка толщина примерно три с нами с половиной миллиметра то есть резьбу нарезали такой вот бронзовая штучка тур . сосочек и такое через резиночку уплотнитель все встал с крючком еще подкину немного все сосок который будет надуваться воздух и через весь стартер знаете двигатель горячий вода если туда попала она просто паром там стоит она кипит то есть ей выйти некуда а здесь будет ее продувать и в колокол выдуваться отсюда дело в том что вот эту часть посадили на герметик задняя крышка тоже вот на герметике вот это да потом здесь вот все на втягивающем все замазан и здесь вот сейчас тоже герметик то есть прилегание уже к самому как плите внутри как у нас устроен воздухозаборник посмотрите верх пошел сперва мы его сделали коротким вот буквально вот так куда показывал там шов идет а окна были вот эти вырезаны вот здесь дело в том что когда есть она постоянно когда насос идет на того богу будем но то есть устанешь слушать ее все все мы нарастили трубу и труба взята с кардана с газовского вот такие окна большие сделали два больших окна в чем преимущество стал он перестал в себя листья всасывать ну то есть это я сейчас могу показать если как раз воздухофильтр снял обычно у нас просто после сезона битком все это акация потом какие-то там ветки все что попало было да здесь он даже нужно но сейчас посмотрим что у нас воздухофильтре сейчас открываю первый раз в этом году вода смотрим туда так листья присутствует и воды много было то ли это зимние летние сейчас сниму крови ты требовалось доказать вот смотрите я считаю что это очень мало это кора залетела вот видать с дерева трава ли это просто ну это вообще он просто как сказать весь влажный практически нету чуть-чуть вот такие вот веточки затянул их ну что раньше было вот я первые когда раза показывал просто битком весь был травы набитые листьев то есть хорошее дело в грибок который над кабины стоял постоянно в себя что-то все засасывал тоже короче вещь нехорошая хорошо что сейчас помыли все это сейчас как раз видно стало сонки крепление ресивера оторвало вот он болтается и дороги отвалился один момент когда вот эти крючки то есть вот эта штука накладка она сносилась мы было тут с одной стороны примерами метров 6 другой там еще меньше наверное прям острые уже были потом взяли мы просто сваркой обычной наварили все больше она не стирается чего уж было такое то есть ограничивает дохождение моста то есть это из-за чего из-за рессоры вот эти чашки вот эти сами гнула тут тут еще такая штука вот она видите то есть если как-то кресором уже полезем не знаю чушь и обрубила все ставили новые крепление с ними на резина конечно дрянь реально можно сказать машина на ходу разваливается потому что крепление ресивера участник смотрите сколько частей до развалилась вот так выглядит это отсюда отсюда такие пазлы как-то это надо сварить будет и в нижнем крепление здесь тоже трещина то есть ничего на не наступают на него чудом тяжелая в этом ресиве там вода и не знаю что там в нем такое-то ухо открепление двигателя сейчас его на место приварим и все усилим так провалю так здесь вот это еще приходить вот это вот здесь тоже вот антаричного все сегодняшний у нас как сказать обслуживание даже не ремонт сегодняшний заканчивается цвет помыли это уже завтра покраска будет то есть это потому что фильтра не купил и заводить еще его не получается сегодня так и оставляем вообще ничего такого сильно особо серьезного не было часа четыре проковырялись второй день телеремонта так купил сейчас фильтр воздушный так цена у него воздушные 605 рублей масляный 280 и топливный 230 вот они цены так эксцентрик на тормоза 50 рублей получается куда-то нас мало осталось теперь мы при каждой замене будем их обязательно менять еще заднее одно колесо нам разобрать или масло поменять залить вернее что-то слита новый номер теперь у нас то есть полчаса времени 1000 рублей денег это обошлось замена вторая попытка после подкачки уже все давай она уже прокачалась пошел отсюда дым оттуда пошел что-то такое происходит обновление сезонное сезон хватает а будет краской чуть-чуть как бы машина освежилась вот так это выглядит со стороны маленько знаете как внешний вид так сказать крылом тут маленькой грязь задули больше никак не назвать фильтр грубой очистки ребят вот водя пока там насосом пытается подкачивать у меня здесь открыто было то есть не согласованно начали делать не в этом дело сайте галимая вода вот льется я уже такой третий поддончик из выливаю вот она это с основного бака сейчас надо смотреть в него это у нас как она вообще туда попала ну вот она вода пока качает да еще качает ну вода вообще бежит похоже что-то у нас там 4 сильно решили все-таки отстойник открутить потому что это что-то дело ненормальное но это хорошо что так получилось вот так можно проверить вот этот отстойник откручиваешь насосом начинаешь накачивать вот первая вода мы все сливать не будем только начало аккуратненько тогда но ставь так наверно пускай она набегает как солярка побежит или я вижу соляркой бежит давай я полежу покачают и здесь тогда сидеть ребята история такая вот этим насосом ручной подкачки подкачивают то есть он из бака как-то выхватывает воду и через грубой очистки вот этот отстойник сливается попробовали отстойник просто с бака слить солярка идет вода не идет то есть тоже можно ошибиться вот хорошо что так получилось так будем проверять что себе просто взяли в трубочку дунули воздухом ну что откройте крышку наверно надо а ну сейчас пока воздух там идет нужно продуть еще раз еще раз дозу так вроде все соединили подсоединили еще пытайся в пробуй стартер конечно крутит вы же ребят это как на легковой машине он молотит он аж не свистит слышь такого прикольный он аж не свистит вадь давай я еще покачаю интересно звук штатный все алексей нормально все мы сейчас завели надо развернуть чтобы у нас задняя часть здесь оказалась чтобы с задним колесом поработать разобрать колодки там посмотреть что будет сейчас воздух наберется тормоза появились колеса поменяем и полезем тормозным бэдинг камерам самим и портунки надо будет снимать двигатели что-то дымит сильно уж совсем и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...